Все знают, что это санитарная комната для инвалидов и маломобильных граждан. Пожалуйста, уходите. Вот кресло для инвалидов, огнетушитель, вот камера видеонаблюдения, вот само помещение для инвалидов. Поручни имеются, держатели всякие, ну то, что положено, все у нас есть. Санитарную комнату оборудовали в этом году. Так, рассказывает директор автостанции Валерий Симыкин, исполнили решение правительства страны. По предписанию районной прокуратуры, вызвели помещение для досмотра багажа иногородних пассажиров. Здесь у нас есть освещение, стол для досмотра, значит, камера видеонаблюдения тоже есть. Рейс дальнего следования, правда, пока только один, в Дагестан, в планах расширить географию маршрутов. На Москву будет скоро, на Ростов будет ездить. Обратилось правительство Российской Федерации для того, чтобы здесь в Луганском у нас работать. Вот оттуда пришли документы, будут отсюда открываться рейсы. На сегодняшний момент документы в работе Ростов сейчас. А вот эти крытые остановки построили, по словам Валерия Симыкина, по просьбам пассажиров. Вот это помещение для ожидания пригородного населения. Они могут сюда приходить, и здесь дождь, ветер, здесь могут стоять, дожидать автотранспорт. От автостанции берет точку отправления 21 межмуниципальный маршрут. Все работает в штатном режиме. Прежде всего, это связывает муниципальное образование Шпаковского муниципального округа. Буденовский есть один межмуниципальный маршрут. Ну и в основном это Шпаковский и Грачевский муниципальное образование. Если говорить на сегодняшний момент о том, что не соблюдается расписание, либо перевозчики в наш адрес обращаются о том, что у них меняется конечный пункт, таких заявлений и обращений в министерство не поступало. Сам автовокзал и земля под ним в собственности общество, которое возглавляет Валерий Симыкин с 2003 года. А вот почти 2500 квадратных метров земли у здания – муниципальные. Участок дали обществу в аренду под благоустройство территории. При таком виде использования любая стройка запрещена. В 2019-м срок аренды закончился, но Симыкин продолжил его эксплуатацию. Проходила сверка по платежам. Мы ежемесячно платим арендную плату, сверку делаем. И там был сделан нам расчет. У нас была большая переплата, около миллиона перерасчет. Участок должны были выставить на торги. До этого были обращения. Они указывали на то, что на праве собственности им принадлежат коммуникации, которые находятся под землей данного земельного участка, и они являются подводными сооружениями к автостанции. Но вместе с тем назначение этого участка не коммунальное хозяйство, а, как я уже сказала, автомобильный транспорт. И, соответственно, под коммуникациями, принадлежащими обществу, этот участок предоставлен быть не мог. Мы неоднократно отказывали в предоставлении участка. В 2020 году вид разрешенного использования участка поменяли на автомобильный транспорт. Здесь уже строить можно. Вставал вопрос о том, что эта территория необходима для использования как дополнительная к автостанции. И вопрос рассматривался. То есть город шел навстречу, что мы изменим вид и, соответственно, будем рассматривать вопрос о проведении торгов этого участка. Но торгов снова не произошло. Семыкин возвел строение и снова обратился в город-администрацию, чтобы получить землю. В 2023 году общество обратилось с заявлением в администрацию города Ставрополь о предоставлении данного земельного участка как собственник объектов с назначением автомобильный транспорт. В результате проведения обследования установлено, что действительно на земельном участке находятся объекты капитального строительства. Однако ввиду положения статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, эти объекты обладали признаками самовольных построек. Поскольку, как я уже сказала, были возведены на земельном участке не предоставленному обществу для этих целей. Кроме того, разрешительная документация для возведения этих объектов обществом также получена не была. Директор автостанции уверяет, что постройки законны. Все сооружения, которыми мы начинали заниматься, мы сначала обращались с письмом в градостроительный комитет. Предоставляем проект и документацию о том, что имеется сооружение, требуется ли разрешение на строительство сооружения. Вот это сооружение. Здесь металлические столбы заложены, здесь швеллер на металлическое перекрытие, в смысле корпус, кровля. Все оно металлическое, обложено кирпичом. Получая от них ответ, где пишется на сооружение, не требуется разрешение на строительство. Но, тем не менее, мы все равно спрашивали. Общество в аренде отказали. О самостроях сообщили в комитет градостроительства администрации Ставрополя. Комитет подал иск в суд с требованием снести постройки. Если объекты признают не самостроями, управление рассмотрит вопрос о предоставлении участка обществу. Если же суд признает их самовольными, то общество обязано их снести. И, соответственно, дальнейшая судьба участка может быть только о предоставлении его по результатам торгов. Обществу, либо другому лицу, который станет победителем. Только так. Валерий Симыкин такой вариант не рассматривает. Причина прозаичная. У нас нет ни за что выходить на торги. У нас нет таких денег, чтобы я представляю, сколько это будет стоить миллионов. У него сегодняшняя стоимость кадастровая 18 миллионов. Заседание суда назначено на конец октября. Продолжат следить за развитием событий Кира Мартынова и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова